Привет! Сегодня на семью из трех-четырех человек приходится от шести до десяти устройств, которые подключены к интернету. Сегодня мы поговорим о том, как же выбрать правильную скорость для себя и своей семьи. И для этого мы пригласили в нашу студию Валерию. Валерия, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, с чего же следует начать? В первую очередь нужно, конечно, определиться, сколько дома вообще пользователей интернета и что именно делается в интернете. Чем больше информации будет о том, какие у людей вообще потребности, что они именно там делают, тем проще будет выбрать необходимую скорость для себя одного и для всей семьи соответственно. Все мы знаем, что на видео приходится наибольшая часть потребляемого интернет-трафика. Люди смотрят фильмы в хорошем качестве, либо сами загружают видео в интернет. Считаешь ли ты, что это является наиболее важным фактором при выборе скорости? Конечно, видео — это очень хороший пример. То есть, на данное время снимаются видео в очень хороших расширениях HD-качества 4K. Для этого нужен быстрый интернет. Но есть и семьи, которым это абсолютно не нужно. То есть, занимаются тем, что читают какие-то эмайлы, посылают там сами письма, новости в интернете, какое-то очень маленькое ограниченное потребление. Для этого высоких скоростей интернета не нужно абсолютно. Вот несколько лет назад входящая скорость интернета была наиболее важным показателем. Мне кажется, что сегодня исходящая скорость является не менее важным критерием при выборе пакета. Что ты думаешь на этот счет? С точки зрения технологии, как входящая, так и исходящая скорость всегда была важна. Но с точки зрения нас, как потребителей, раньше действительно больше скачивалась информация, скачивались те же самые фильмы, видео, смотрелось это содержание. На данный момент технология развилась до той степени, что мы сами снимаем видео в хорошем качестве, мы сами делаем отличные фотографии, мы хотим делиться с друзьями. Очень стильно развита социальная сеть, куда мы отправляем свои снимки и фотографии. Чем лучше качество снятого нами материала, тем тяжелее весит сам файл, тем быстрее нужен интернет, чтобы отправить эту информацию другу достаточно быстро, чтобы не приходилось ждать. Для этого теперь и немалую важную роль играет и скорость именно исходящего интернета. А где клиент Телия может ознакомиться с пакетами? Удобнее всего это делать на нашем сайте, зайдя на страничку Телия.Е, выбрав себя как частного клиента, то есть там будет сразу графа, частный клиент, в разделе домашний интернет можно будет ввести свой адрес и узнать, какую технологию, какие скорости мы на данный момент предлагаем по этому адресу. А если клиент хочет подключиться к более быстрому пакету, который доступен по его адресу, как это сделать наиболее быстро и удобно, не выходя из дома? Не выходя из дома, опять-таки придет на помощь наша Телия, домашняя страничка, пойти в свое самообслуживание и изменить скорость интернета. То есть, находясь на домашней страничке Телия, в правом верхнем углу есть возможность зайти в самообслуживание, то есть тогда клиент заходит, авторизуется там сам, как пользователь, он там видит, какие услуги у него есть на данный момент, и с помощью пары кликов он может поменять скорость своего домашнего интернета, соответственно, домашней страницы. Я знаю, что во многих районах уже имеется быстрый интернет, который обеспечивает скорость до 1 гигабита в секунду, но есть клиенты, которые не могут подключиться пока к такому интернету. Допустим, хотели бы это сделать, что ты посоветуешь таким клиентам? В принципе, касательно разработок этого быстрого интернета, у нас тоже много информации есть на сайте. То есть, если клиент вводит свой адрес и видит, что там еще нету этого интернета, но он очень хочет получить быструю скорость у себя дома, тогда он может на этом же самой страничке проголосовать, то есть оставить свое пожелание о быстром интернете. Туда он вводит свои контактные данные, обычно это номер телефона, имейл-адрес, и в случае, когда мы уже со своими технологиями придем к нему в район, мы сможем его об этом оповестить. Чем больше людей в этом районе проголосуют, пожелают, чтобы быстрый интернет был доступен в его доме, тем быстрее мы пройдем со своей технологией по их адресу и проложим свои кабеля там тоже. Спасибо, Валерия. Приходи к нам еще. А с вами мы встретимся в следующей передаче DigiTark на следующей неделе.